Тэнду, Индия, Санкт-Петербургский консенсус о российско-китайской дружбе Редакционная статья Тэнду, Индия 10 июня 2019 года Дружественные отношения между лидерами Китая и России стали очевидными во время проходившего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума На фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и этими двумя странами российское мероприятие для бизнесменов и инвесторов подверглось байкоту со стороны после США в России Джона Хансмана, Йони Хансман Его отсутствие объяснилось господствующей в России атмосферой для иностранных предпринимателей Типичным примером которой стало заключение под стражу американского частного инвестора Майкла Кови, Мичель Чальвей, по обвинению в мошенничестве Тем не менее китайская компания Хаувей, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, подписала договор с крупнейшим российским оператором мобильной связи о начале работ по созданию сетей стандарта 5G Что явилось своего рода ответом Вашингтону на его попытки изолировать эту фирму на мировом рынке В Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин ясно дали понять, что напряженность в отношениях с Западом лишь еще больше их сблизила Разрыв в отношениях с Россией начался после аннексии Москвой-Крыма в 2014 году и конфликта на востоке Украины, который еще не закончился Напряженность в отношениях России с Соединенными Штатами и с некоторыми странами Европейского Союза связана также с их негативной позицией в отношении 1200-километрового трубопровода «Северный поток-2», по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию Возражения Соединенных Штатов частично связаны с их собственным желанием экспортировать жиженный природный газ в Европу, а не только с попытками ограничить стремление России занять доминирующее положение на энергетическом рынке этого региона На фоне подобной напряженности господин Си и господин Путин особо подчеркнули в Санкт-Петербурге, что двусторонние отношения между их странами находятся на самом высоком уровне за последнее время О чем свидетельствует растущее дипломатическое и стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином Китай принял участие в проводившихся в прошлом сентябре на территории России вблизи ее восточных границ военных учениях, что стало поворотным пунктом в их отношениях друг с другом Москва и Пекин, враждовавшие между собой в период Холодной войны, теперь нередко занимают единую позицию в Совете Безопасности и ООН по критически важным международным вопросам Для их двусторонних отношений также характерен прагматический подход Россия, судя по всему, реалистично оценивает растущее китайское экономическое влияние в Центральной Азии, которое когда-то надежно входило в советскую сферу влияния А происходит это благодаря масштабным китайским инвестициям в инфраструктуру в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Более того, сотрудничество с Китаем может оказаться критически важным для российских масштабных планов, связанных с использованием Северного морского пути через Арктику в качестве альтернативной транспортной артерии Международные санкции оказались не очень эффективны в изоляции России Европейские государства, в том числе и Германия, признают важность поддержания контактов с Россией для сдерживания экспансионистских планов господина Путина Кроме того, политика Америка прежде всего президента Дональда Трампа заставляет потенциальных противников объединять свои усилия ради общего дела Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...